привет друзья в этом году это будет последнее мое видео поздравляю всех с наступающим новым годом этот год будет у нас тигра я решила приготовить вот такой вот десерт эскимо чем-то она напоминает а наша советская пирожная картошка но сделаем и мы его немножко по-другому и вот так вот красиво его украсим и для этого пирожного нам понадобится с вами остатки бисквита это у меня с остатками его торта новогодний ссылочку я оставлю бисквит очень вкусный сочный мы его мелко мелко разламываем то есть прям вот так вот руками мелко мелко алла ломаем его далее нам понадобится крем можно использовать остатки крема либо сделать еще один крем это на сливочном масле мягком и добавляем с вами сгущенное молоко пропорции я вам напишу внизу и совсем чуть-чуть все это взбиваем перемешиваем вот прям ну чуть-чуть до объединения мягком масло должно быть мягкая и так этот крем перекладываем к нашему бисквиту и опять же руками начинаем вымешивать эту массу масса должна быть эластичная пластичная как пластилин то есть из нее должно быть легко вам вылепить вот такая консистенция далее я взяла формочку силиконовая у меня форма эскимо берите такую форму который у вас есть и палочки для эскимо берем с вами немножко нашей массы и выкладываем форму хорошенько утрамбовываем чтобы форм были изделия были ровные у нас так как это эскимо нам с вами нужно еще обязательно вставить палочки и далее как только вставили палочки убираем в морозильную камеру эскимо на 4 часа а также я еще сделаю пирожные как попс что это такое это пирожное чем-то напоминает чупа-чупс на палочки только внутри у нее бисквит так формируем небольшие шарики в грецкий такой орех из остатка да у меня вот осталась масса и вставляем палочки но не просто вставляем иначе при заморозке они вас упадут а макая мех вот у меня это шоколад либо шоколадная глазурь и тогда они вас будут держаться хорошо и никуда у вас шарик это не упадет палочки и так формируем вставляем палочки наши кейт попс и форма это не обязательно можно просто куда-то выкладывать выбираем все в морозилку на 4 часа далее мне понадобится шоколадная глазурь для покрытия моих изделий краситель и растительное масло шоколадную глазурь топлю в микроволновой печи импульсами вот для растворения использую хорошую вкусную шоколадную глазурь добавляю растительное масло и хорошенько все перемешиваем далее нам понадобится краситель мне нужно будет оранжевый цвет смотрите к шоколаду подходит лучше жирорастворимый краситель да но мне не очень нравится поэтому потихоньку я вожу гелевый смотрите много сразу не надо а то глазурь может у вас свернуться у меня уже такое было поэтому аккуратно по каплям вводим и добиваемся такого цвета который вас будет устраивать я для оранжевого цвета вводила красный желтый да и потихоньку перемешивала чтобы у меня был такой вот нежно-оранжевый цвет и так все цвет у нас получился далее достаем наши эскимо из морозильника они у меня провели там 6 часов вынимаем их из формочки аккуратно и далее окунаем их шоколадную глазурь смотрите прямо погружаем для этого нужно брать высокий стакан первый слой лишнее все стекает и второй раз чтобы глазурь покрывала более равномерно и красиво все лишнее стекло и далее выкладываем на охлажденную подложку глазурь застывает моментально и она ее можно хранить в холодильнике то есть ничего с ней не будет никуда она никуда вообще не у вас не подтает и так со всеми эскимо вот такой у нас получилось далее достаем наши кейк попс и то же самое такой же принцип два раза надо окунать и равномерно чтобы вся лишняя глазурь у нас стекала где куда их ставить можно либо вырезать такие есть специальные подложки для кейк попсов либо вот как я стакан и либо крупу либо сахар вставляем чтобы они у нас немножко застыли далее сделаем рисунок из шоколада обычный здесь шоколад я растопила на холодных эскимо он также схватывается моментально и на наших кейк попсах тоже делаем вот такие вот рисунки обязательно покажу какой внутри пирожное очень вкусная мне кажется она вкуснее картошки так как там присутствует шоколад и бисквит очень вкусный обязательно попробуйте очень вкусное пирожное и красиво но смотрится красиво его можно подать друзья всем спасибо что посмотрели мое видео обязательно подписывайтесь на мой канал с наступающими вас праздниками а я ссылочку я вам обязательно оставлю в описании под видео и всем до скорых встреч